1 октября по традиции отмечается Международный день пожилых людей. Праздничные мероприятия по этому поводу прошли в Гродно. Основное торжество с песнями, танцами, конкурсами и подарками развернулось в Ленинском районе города, в лесном массиве Пышки. Потому что люди в возрасте пожилом хотят общения, самое главное. Не столько, сколько материально им помочь, а именно пообщаться, встретиться со своими сверстниками, вспомнить молодость. В этом и заключается наша роль как совета – собрать их всех и предоставить им удовольствие. Череда мероприятий для пожилых людей началась еще неделю назад, с 24 сентября в рамках четвертой областной декады «Золотая осень». И в нынешнюю солнечную среду в Пышки устремились сотни грудниц в Камуза. Кто-то пришел на других посмотреть, а кто-то себя показать. Бабушки и дедушки на танцплощадке возвращались в свою молодость. И глядя на них, сложно себе представить унывающих и малоактивных людей. По крайней мере, на праздник жизни такие не попали. Каждый день в лесу. Приглашаем вас, приглашаем всех. Приходите в Пышках очень в любое время года, в любое время дня, суток, как бы сказать. Здесь посещаемость постоянная. Вот так. А знаете, пенсионеру особенно. Ну, почему? Ходим вот в театре, концерты проходят. Для людей, которые разменяли уже не один десяток лет, очень важно быть нужными, быть услышанными. Поэтому такие яркие мероприятия для них очень важны. Мы, ветераны, считаем, что таких мероприятий надо быть больше. Почему? Потому что мы уже редко встречаемся друг с другом. А на таких праздниках мы встречаемся, делимся своими мечтами, чаяниями. В Международный день пожилых людей в городе были организованы мобильные пункты измерения артериального давления. В Грандичах такой действовал на базе социального центра. За день узнать показатели своего здоровья пришли более 30 человек. Конечно, в таком возрасте уже не обходится без таблеток, но бабушки и дедушки не унывают и находят себе занятия по душе. Кто-то работает в огороде, а кто-то поёт частушки. Нам остаётся только позавидовать их энергии, задору и любви к жизни. Говорят, что я старуха, что-то мне не верится. Ну какая же я старуха, всё во мне ж верится. А Сарик свою старуху променял на молодуху. Это не дурачество, а борьба за качество. Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.